В глобальной среде обязанностей в области IT все в большей мере передаются на выполнение внешним IT-поставщикам, провайдерам услуг или партнерам. Эти сторонние исполнители критически важны для вашего бизнеса и IT-операций. Рассмотрим типичную организацию, которая управляет громадными объемами конфиденциальной информации в своем центре обработки данных. Этой конфиденциальной информацией могут быть данные кредитной карты, исследования и разработки интеллектуальной собственности или финансовые документы и так далее. Если ваша компания решила заключить контракт со сторонним поставщиком, это предполагает, что администраторы последнего потребуют подключения к центрам обработки данных, даже если они расположены на другом краю мира. Однако эти администраторы остаются неизвестными, поэтому их действия представляют риски для безопасности вашей компании. Обладая правами суперпользователей, они могут иметь неограниченный доступ к критически важным для вас системам. Таким образом, они могут причинить преднамеренный или непреднамеренный вред вашим системам. Проверка соглашения об уровне обслуживания также проблематична. Например, измерение ключевых индикаторов производительности вашего поставщика, таких как время отклика, представляет трудности. Наиболее важный момент состоит в том, что вы можете допустить несоответствие требованиям регулирования, таким как ISO 27001 или PCI DSS, которое требует проводить аудит всех действий третьих сторон. Подводя итог, можно сказать, что мониторинг действий сторонних поставщиков критически важен для того, чтобы знать, какие действия выполняют администраторы в ваших системах. В таких ситуациях более надежно иметь независимое устройство, которое надежно проводит аудит ваших внешних администраторов. Balabit Shell ControlBox – устройство мониторинга активности привилегированных пользователей, которое функционирует прозрачно в вашей сети и извлекает информацию из сеансов обмена данными между поставщиком IT-услуг и вашим сервером. SCB контролирует всеми широко используемыми протоколами администрирования, например, SSH, RDP, Telnet, Citrix ICA или HTTP. Оно обеспечивает применение политик доступа для действий сторонних администраторов в зависимости от периодов времени или членства в группе. В хранилище учетных данных SCB сохраняются учетные данные пользователя, которые используются для входа на сервер. При этом пользователь не имеет доступа к учетным данным. Кроме того, SCB также интегрируется во внешние решения по управлению паролями. Аутентификация подключений также может выполняться по базам данных пользователей, например, LDAP или RADIUS. Контролируя каналы протоколов, SCB ограничивает доступ внешних администраторов к конфиденциальной информации. Во избежание неправильной настройки SCB поддерживает принцип авторизации «четыре глаза». Для этого авторизатору отправляется запрос о разрешении администраторам доступа к вашему серверу. SCB управляет сетевым трафиком в реальном времени и выполняет различные действия при появлении на экране определенного образца, например, подозрительной команды. Если пользователь предпримет действия, представляющие опасность, SCB может немедленно разорвать подключение или отправить вам уведомления по электронной почте. SCB воспроизводит записанные сессии как фильм, позволяя просмотреть все действия пользователей в хронологической последовательности. SCB записывает все сессии в журналы аудита с функцией поиска по ним, что позволяет легко найти нужную информацию в случае судебных расследований. Журналы аудита можно зашифровать, подписать и присвоить им метки времени, чтобы предотвратить изменения записанной в них информации со стороны любых лиц. Подводя итоги, можно сказать, что SCB предоставляет возможность наблюдения за внешними администраторами и оценки их эффективности. Соответственно, улучшается контроль за соблюдением соглашений об уровне обслуживания. Записанные аудиторские следы можно использовать как доказательство для решения любых вопросов в отношении ответственности. Как защищенный от несанкционированных изменений инструмент контроля доступа, он также помогает пройти аудиты на соответствие требованиям регулирования в отношении аутсорсинга IT-услуг. И последнее, но не менее важное. Ваш партнер в сфере IT также может доказать, что его действия соответствуют требованиям регулирования.